На сегодняшний день просроченная задолженность МУП и УЖКХ за поставленные энергоресурсы составляет 466 миллионов рублей. Пик прироста пришелся на 2015 год, когда предприятие жилищно-коммунального хозяйства не смогло вернуть комбинату более 70 миллионов рублей. Рабочая группа позволила принять меры к снижению задолженности. На 1 марта 2018 года получен, если можно так выразиться, минимально низкий прирост задолженности – около 5 миллионов рублей. Как было отмечено на заседании, в Коряжме снизился процент собираемости за жилищно-коммунальные услуги с населения города. Если раньше основными неплательщиками МУПа за ЖКУ были бюджетные организации, то в последнее время наметился резкий рост задолженности жителей города. За два месяца 2018 года коряжемцы задолжали МУП и УЖКХ более 4 миллионов рублей. Очень важно, что рабочая группа уже влезет представителей прокуратуры, представителей службы судебных приставов, которые совершенно серьезный рывок дадут сделать по платежной дисциплине. К сожалению, платежная дисциплина населения оставляет желать лучшего, и в последнее время наблюдаются некие тренды к укушению ситуации. На заседании рабочей группы была подробно проанализирована ситуация и намечены меры по дальнейшей стабилизации финансового состояния предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В числе мер названы взыскание задолженности через суд, а также возможность привлечения средств из вышестоящих бюджетов на проведение капитальных ремонтов на коммунальных сетях города в целях снижения сверхнормативных потерь. Следующие шаги это безусловно уже вложение в тепловые сети, в те участки тепловых сетей, которые так или иначе подпадают под первые шаги по снижению потерь уже физических, там где действительно самые высокие теплопотери физические, утечки. Этим нужно заниматься и безусловно придется увеличить ремонт инвестиционных составляющих в тарифах, но как бы это ни звучало, но это действительно на благо города и на благо совершенства системы теплооснабжения. На заседании рабочей группы присутствовали прокурор Коряжмы и старший судебный пристав. Следующую встречу намечено провести в июне.